Какую песню вы сегодня обязательно услышите в такси или по радио? Ну, конечно, вот эту. Сама песня вышла еще в 1994 году. Ее исполнитель Михаил Шуфутинский, один из самых известных российских шансонье, записал десятки альбомов с блатником. И, наверное, мог с ноги зайти в любую хату. Однако в тюрьме Шуфутинский никогда не сидел, как и множество других звезд, распевающих блатняк. Ну, разве что и Цикципер производит более или менее искреннее, аутентичное впечатление. Ну, так он и не российский, он из Казахстана. С вами Павел Коныгин, и вы смотрите разборы на канале «Продолжение следует». И сегодня мы поговорим про шансон. Откуда вообще появился у нас этот жанр с французским названием? И как блатняк завоевал страну? И почему исполнители песен про плохих ментов и нары превратились в звезд, признанных государством? Ну и прежде чем начнем, я попрошу, как обычно, пожалуйста, подпишитесь на наши каналы в Ютубе и, конечно, телеге. Делитесь нашими видео с друзьями и близкими. Вместе с вами мы приближаем лучшее будущее и помогаем тем, кто лишен свободы информации в России. И, как всегда, моя особая благодарность нашим патронам. Подписываясь на наши закрытые каналы и присылая донаты, вы помогаете воплощать нашу с вами общую миссию. И давайте помнить самое главное, что вместе мы не одиноки. Откуда взялся шансон? Несмотря на французское слово шансон, которое переводится как песня, в России жанр сложился самостоятельно, без иностранного влияния. В его основу легли городской романс, блатная песня и фольклор начала 20 века. Некоторые песни тех лет, кстати, популярны и сейчас. Ну, например, знаменитая мурка, которая уже старше века и которую, тем не менее, регулярно заказывают в караоке. Советская власть к блатным песням всегда относилась плохо. И, конечно, они никогда не были частью советской эстрады. И все же эти песни в народе очень хорошо знали. Все-таки в лагерях побывало очень много советских людей. Через тюрьмы и гулаг перекрутили буквально миллионы. Но в целом жанр начал складываться лишь в 60-е и 70-е. Часто первым настоящим шансонье называют Аркадия Северного. Рассвет его творчества пришелся на 70-е. Песни записывались дома и подпольно. Уличная лирика, романсы, ну и, конечно, так называемый блатняк. Сам Северный, конечно, в лагерях не бывал. Он работал экономистом, а в армии был лейтенантом военно-воздушных сил. Но это не помешало ему прославлять смелых бандитов и смело использовать в своих песнях тюремный сленг. Ну я откинулся, какой базар-вокзал. Купил билет, в колхоз большой я дышал. Дышал. Советская система постулировала, что тюрьма не только изолирует преступников от общества, но и перевоспитывает их и делает нормальных граждан. Ну а шансон, получается, воспевал этих маргиналов. А поскольку у нас испокон веку было принято не зарекаться о тюрьмы, то жанру была гарантирована популярность. В 80-е годы шансон стал по-настоящему массовым. Музыканты задышали посвободнее, ну а запись песен пусть и оставалась сложным делом, но все же стала попроще. В те же годы в стране активно развивался и русский рок, и бардовская песня, ну и шансон вместе с ними. Но если бардовская музыка и русский рок часто переплетались и оказывали друг на друга сильное влияние, то шансон всегда стоял особняком. Но что отличало его от другой музыки? Ну, во-первых, это тема. Почти всегда песни про криминалы и сопутствующие проблемы. Нахождение на зоне, тоска по подруге, которая осталась на воле, ну, чувство одиночества, конечно, злые мусора, это естественно. Вообще, мотив неприятия государства во всех его формальных проявлениях это один из главных для тюремной культуры, ну и, соответственно, для шансона. Впрочем, все изменилось в нулевые. Расскажу скоро, а пока пойдем дальше. Вторая отличительная черта шансона – это лексика, конечно. Тюремный сленг, и он же феня. Ну, а третья, конечно, лирический герой. Он всегда одинок, но признает важность коллектива, ну, конечно, тюремного. И также у него есть свой моральный кодекс. Украсть у товарища – это смертный грех. А вот убийства мента – уже нет. К тому же у героя тонкая душевная организация. Это во время преступления он жесткий, но если взял гитару, то и зальет душу и расскажет все о своих внутренних переживаниях. Прямо как на сеансе у психотерапевта. Прости меня, прости. Ба-да-ба-да-ба-ба. Прости меня, прости. Мамуля, мама, мам. Мамуля, мама, мам. Ну и, конечно, 90-е – это время рассвета шансона. Одна из главных для жанра групп «Лесоповал» появилась в 90-м году. Ее организовал Михаил Таневич, вполне себе такой официальный советский поэт. Песни на его стихи звучали в десятках фильмах. Вся страна распевала его «Черного кота». Ну и на его стихи исполнила свою первую песню даже Алла Пугачева. Ну и, конечно, все знали композицию «Мечта сбывается» Юрия Антонова. Но это было уже в позднем СССР. А вот за много лет до этого, в 47-м году, Таневич получил срок по обвинению в антисоветской агитации. Шесть лет за анекдот, как он сам потом говорил. Ну и работал он на «Лесоповале». Отсюда и название группы. Песни «Лесоповала» во многом заложили основу шансона в его новом массовом виде. Главные темы – это любовь, преступление и, конечно, тюрьма. Пели и вот такое. К тому же скоро выяснилось, что блатнику совсем не обязательно звучать под инструментальную музыку. Теперь можно и под некачественную электронику, под которую начали петь и поп-певицы. Появлялся уже и такой шансон. Любовь бывает разная, с иротика и бес. Прекрасная, несчастная, а также просто секс. Но изменилась и публика. Если раньше эти песни распевали на лавочке во дворах провинциальных городов, то теперь шансон озвучал и в ресторанах. Новые хозяева этих ресторанов, да и в целом новые хозяева жизни, с большим удовольствием слушали знакомые им песни про мурку, зону и лирические стороны преступной жизни. И если в 80-х шансонье пел для бедных, то в 90-х поклонник мог очень хорошо отблагодарить певца за песни. Некоторые сегодняшние суперзвезды начинали именно в ресторанах. Ну, например, Гриша Сочинский. Он же Григорий Лепсвиридзе, он же Григорий Лепс. Это сегодня рюмка водки на столе звучит в сценах Кремлевского дворца съездов. А вот в 91-м он в сочинских ресторанах пел песню «Этап». Артистов, поющих шансон, продюсировали точно так же, как и поп-звезд, однако с упором на сложную судьбу. Многие исполнители даже выдумывали себе тюремное прошлое, чтобы звучать убедительнее. Например, певица Катя Огонек как-то в интервью сказала, что сидела в тюрьме, но не хочет об этом рассказывать. Но вот, правда, уже после ее смерти продюсер рассказал, что все это было неправдным. Шансон стал любимым жанром страны. И вот неудивительно, что даже группа Любе зашла на эту территорию. В 94-м году вышел фильм «Зона Любе» и одноименный альбом. В том же году Михаил Шфутинский выступил на «Песне года». Эстрада медленно, но верно принимала людей, поющих на фене в свои ряды. Главной же звездой шансона стал Михаил Круг. Да, сегодня, когда полстраны у нас опять сидит, эта песня звучит почти как неофициальный гимн России. Когда в 2002-м году Круга убили, на его похоронах собрались звезды шансона. Катя Огонек, Трофим, братья Жемчужные, ну а также губернатор Тверской области, ну и Владимир Жириновский, что, мне кажется, исчерпывающе говорит о нашей власти. Ну а в Твери ему потом даже поставили памятник. В 2000-м году жанр стал уже, по сути, частью культурного кода «Россиян». Появилось даже радиошансон. Радиостанция не только аккумулировала все то, что было спето в 90-е, но и непосредственно стимулировала дальнейшее развитие жанра. Ну, например, сама раскручивала начинающие группы. Так известная сегодня группа «Бутырка» подписала контракт с радиостанцией еще до выхода из тюрьмы. Ой, извините, до выхода своего первого альбома. В 2002-м году впервые прошел концерт «Шансон года», организованный радиошансоном. И прошел он в Кремле. Ну а на следующем концерте в 2003-м году Михаил Шуфутинский пел с подтанцовкой. Танцевали мужчины в милицейской форме. А еще там выступали новые русские бабки из аншлага. Благан просто не иначе. Но вот именно такие зрелища и были, да и остаются по нраву общества эпохи зрелого Путина. Многие начали подыгрывать моде, и даже Сергей Шнуров в 2003-м году выпустил свой первый сольный альбом под названием «Второй Магаданский». И это, можно сказать, такое высокое искусство по сравнению с тем, что пела, например, группа «Воровайки». В нулевых появились и совсем неожиданные виды шансона, например, «Ментовской». Вот посмотрите, это Николай Юрьевич, одно из главных лиц этого ответвления жанра. В 2007-м году он выпустил альбом «От Лубянки до Петровки». Ну и там вы могли слышать, например, вот такие строки. Да и в целом государство в нулевых иначе посмотрело на шансон. С 2003-го года ВСИН официально проводят ежегодный конкурс «Калина Красная». И даже будто победителям конкурса дают УДО, то есть условно-досрочное освобождение. Однако само тюремное ведомство с гневом опровергает эти сплетни. И я цитирую официальный сайт сейчас. «ВСИН России и другие организаторы конкурса «Калина Красная» не принимают решения об освобождении участников и финалистов конкурса от дальнейшего отбывания наказания в местах лишения свободы». Конец цитаты. Но прямо через абзац там написано, я цитирую, «Как правило, суды идут навстречу лаурятам конкурса, имеющим право на условно-досрочное освобождение, что позволяет огласить своевременно полученные решения суда прямо на сцене финального галоконцерта «Калины Красной». Осужденные таким образом могут по завершении необходимых формальностей покинуть конкурс свободными людьми. В списке лауреатов конкурса отдельно отмечены те, кто освободился прямо на сцене. Ну то есть война — это не единственный способ выйти из тюрьмы раньше положенного. В десятые годы шансон как жанр настолько забронзовел, что критики начали даже использовать термины «постшансон» и «неошансон». Но при этом принципиально жанр от этого нисколько не изменился. И герой тот же, и мир тот же. Вот только про тюрьму и криминал никто больше и слова не произносит. А уж тем более после того, как Верховный суд официально запретил культуру АУЕ. Вот в таком укрощенном одомашненном виде шансон окончательно являлся в эстраду. Со Стасом Михайловым в качестве олицетворения явления. И эстрада с распростертыми объятиями приняла шансон. И теперь на премии «Шансон года» выступают примерно те же люди, что и на концерте «Ко дню полиции». Более того, шансон охотно вбирает в себя явление времени. Ну вот, например, на премии 23-го года Александр Маршал и Олег Газманов исполнили песню «Мама Родина». Ислам Итляшев в заслуженной шансонье Кавказа посвятил песню Путину. А увенчал все действие шаман с песней «Я русский». Про зону у него песен пока нет, но кто знает, может и будет. Друзья, работа «Продолжение следует» держится на вашей поддержке. Станьте нашими патронами, присоединившись к закрытым каналам. Там вы получите доступ к эксклюзивному контенту и сможете общаться с нами напрямую и влиять на тему выпусков. Ваши подписки – это вклад в свободу слова и правды. Присоединяйтесь, ведь вместе мы сильнее. Все ссылки есть в описании. Шансон сейчас уже не просто не маргинальный жанр, это жанр официозный. Когда «необлотняк» звучит в Кремле, сам Путин, по тюремным понятиям вроде как «главный мусор», не сдерживает слез. У Елены Ваенги и его любимой певицы в активе не только золотой граммофон, но и медаль за укрепление боевого содружества, ну а также медаль участнику военной операции в Сирии. И даже награда есть от миграционной службы Санкт-Петербурга. Ну а Лепс, другой любимец Путина, народный артист России. Если посмотреть на главных звезд так называемого русского шансона, то окажется, что они готовы поддержать власть практически во всем. И даже эстрада не такая монолитная в своем путинизме. Ну а телевидение подыгрывает. С 14-го года на Первом канале выходит шоу «Три аккорда», где звезды перепевают то Михаила Круга, то Вороваяк, то Катю Огонек. Ну а на второй кнопке под песню «За пахло весной» появляется Андрей Малахов. Пахло весной, боль снимет рукой, знакомой тропой, вернусь я домой. Шансон нравится и чиновникам о церкви. В 18-м году появилось видео из трапезной московского храма иконы Божьей Матери «Три ручица», где священник вместе с приходом поет мурку. И очень органично в этом контексте смотрится Елена Ваенга, наряженная в монаха и поющая песню «Круга» «Золотые купола». И вот эти люди говорят нам про оскорбление чувств верующих. Так, к началу 20-х годов шансоны превращаются, по сути, в главный официально признанный музыкальный жанр России. Какие-то 3-4 года назад мы бы с вами искали объяснение этому явлению, копались бы в исторических предпосылках и ссылались на культурный код. То вот теперь никому ничего объяснять уже не надо. И даже наоборот, явление само исчерпывающее объясняет нашу действительность. Обитатели теорий превратились в героев, в ролевую модель. И теперь люди, никогда не сидевшие, притворяются зэками, чтобы перед полицейскими и президентом расплевать патриотические песни. Русская культура совершила головокружительный кульбит от Толстого и Достоевского до банального блатника, который и останется саундтреком к путинскому времени. Ну а с другой стороны, когда насилие и агрессия становятся основой общества, то чего уж ждать от культуры? Русский шансон ни в чем не виноват, раз уж время такое. Продолжение следует. Продолжение следует.